Сегодня она боится показывать свое лицо, а еще пару недель назад не боялась совершить самые страшные поступки в жизни. После двух попыток суицида летопись судьбы Татьяны разделилась на до и после. На преступления против своей же жизни она решилась из-за сильнейшей физической и душевной боли. 27-летняя Брещанка оказалась в рабстве бытового насилия. Я пыталась покончить жизнь с самоубийством. Меня муж избил, выгнал из дома. В общем, он не первый раз поднимал на меня руку. Он меня злоупотребляет алкоголем. Не первый раз поднимал на меня руку. Я, в общем, не знаю, на тот момент просто у меня что-то сломалось. Вы решили другого выхода? Да, на тот момент мне казалось, что я больше не хотела так жить. Овеянные всевозможными мифами и догадками областной психоневрологический диспансер – это обычная поликлиника, где работают высокопрофессиональные специалисты, психиатры, психологи, психотерапевты. Именно они обеспечивают уровень максимального качества оказания помощи благодаря новейшему диагностическому оборудованию, современным методикам лечения и, конечно, заботливым отношениям к пациентам. А их немало. Ежегодно в диспансер обращаются до 10 тысяч пациентов, порядка 500 – с суицидальными диагнозами. Люди обращаются за помощью, им оказывается консультация, и иногда человек получает психотерапевтическое лечение, иногда назначается медикаментозно, иногда человека ложим в стационар в отделение пограничных состояний. В преддверии даты о профилактике суицидального поведения шла речь на пресс-конференции. Встреча состоялась в Центральной городской поликлинике. Если есть проблемы с психоэмоциональным переживанием тяжелым, снижением настроения и другие, несвойственные для данного человека эмоциональные переживания, просто нужно обратиться к специалисту или к психологу, психотерапевту, или позвонить в службу экстренной психологической помощи, телефон доверия по короткому номеру 170. Телефон доверия работает круглосуточно. За помощью и поддержкой можно обратиться в Центр пограничных состояний и психоневрологический диспансер. Кроме этого, психологи и психотерапевты ведут прием в поликлиниках по месту жительства. Возможно, анонимное посещение врача и последующее лечение. Нужно доверять специалистам, а не собственным инстинктам. Не бойтесь обращаться за помощью, не бойтесь, потому что реально это помогает. Мне тоже казалось, что это психологи, все это все такая ерунда. Здесь я пообщалась с психологами, у меня совсем другая... Кардинально поменялось мнение. Я поняла, что выход, реально выход есть всегда.